Чтобы снова мы разворачивали госпитали, чтобы снова наш газ и нефть не покупала Европа. И нам приходится гнать газ и нефть далеко на восток, в Китай. А Китай тоже это не брат и не сват. Он спит и видит, чтобы китайский флаг взмыл над Магаданом, Владивостоком, Хабаровском, Благовещенском. А японцам снова мерещится японский флаг над Курилами, над Сахалином. И финны мечтают забрать снова свой город Выборг. И прибалты мечтают о части Смоленской и Псковской областей. Всем хочется еще и еще раз попытаться отобрать у нас наши с вами законные земли. Мы действительно большая страна, богатая страна. И единственная, самая сильная в мире страна. Американцы не боятся мусульманских радикалов. Они отутюжили Тунис, Ливию, Египет, Ирак, Афганистан. Подошла очередь за Сирией, затем Иран. И затем они ударят не своими руками, а руками прошедших через огонь и воду исламских радикалов. Вот это нам самое опасное. Это не будет армия Гитлера или армия Наполеона, шведы или поляки. Это разношерстная толпа бандитов, уголовников, которых трудно остановить. Потому что они будут идти в гражданской одежде с запазухой, гранатой, вредные вещества. Среди них будет много смертников, которые хотят умереть на русской земле. И чтобы взорвались бы рядом с ними десятки и сотни наших граждан. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены обращать внимание на международную обстановку. Но мы прекрасно понимаем, что наш противник давно уже к нам засылает тех, кто изнутри старается поломать нашу страну. Это началось в 2017 году. Две революции. Демократическое в феврале и пролетарское в октябре. Задача одна. Уничтожить Россию. Не удалось. Развязать гражданскую войну. Удалось. Миллионы погибли. Но надо добивать Россию. Тогда Вторая мировая война. Ведь Вторая мировая война. Это продолжение Первой мировой. Тогда не удалось до конца расколошматить Российскую империю. А Австро-Венгрия распалась. Османская империя распалась. Все распалось. Кроме могучей России. Русские этого не митерпят. И сметут поляной метлой. Все, кто этим занимается сегодня, унижают, нагибают, издеваются над русскими. Я приветствую вас. Пусть играет День Победы оркестр. Кто еще способен здесь, оставайтесь. Будет концерт. Музыка. Наше время здесь до 15 часов. Я сказал оркестр играть День Победы. Да вы здесь оставайтесь. Мы вам всем благодарны. Да здравствует ЛДПР. Да здравствует русский народ. Да здравствует Россия. Черт, кто Америку. Израиль. Турцию. Саудовскую Аравию. Всех накажем. Всех победим. И русский флаг будет гордой рейд над всей планетой. За Россию. За победу. За русским. КОНЕЦ